Еще одна возможность при разработке бизнес-процессов, которую мы пока не рассматривали, это использование параметров. Помните бизнес-процесс по согласованию документа на диске? Давайте посмотрим на него еще раз. Как видите, при запуске появляется окно, которое предлагает нам указать пользователь, который будет его согласовывать. Это и есть параметры при запуске бизнес-процесса. Они нам позволяют запросить данные, которые мы сможем использовать потом внутри бизнес-процесса. Этот пример очень наглядный, ведь когда мы создаем, например, в живой ленте процесс, у нас есть определенные поля, которые мы можем использовать потом внутри бизнес-процесса, то по документу на диске таких полей у нас нет. И очень удобно, что можно данные запросить при старте бизнес-процесса. Давайте посмотрим на шаблон этого бизнес-процесса. Теперь мы уже понимаем, как это устроено в параметрах. Нам, собственно, доступны параметры, которые и показываются пользователю при старте бизнес-процесса. Мы видим, что это один параметр типа привязка к пользователю, что он обязательный, что он множественный, если мы не укажем ни одного сотрудника, который будет участвовать в этом бизнес-процессе, то он у нас и не запустится. Обратите внимание, как у нас устроена настройка уже знакомого нам действия утверждения документа. Собственно, сюда передаются те сотрудники, которые были указаны в параметрах. Это выглядит как обращение к соответствующей переменной из параметров и взято. Тип у нас утверждения голосования сотрудников, и если хотя бы половина проголосует за, то документ будет утвержден. Вот такие вот здесь настройки. Также параметры могут нам пригодиться и для процессов и в живой ленте, и для процессов по объектам CRM. Если он запускается, у нас не при создании элемента, мы не можем использовать те данные, которые были указаны в форме.